здравствуйте с вами вейп мастер и сегодня у нас будет видео по сборке разборки такого мода как rx2 drop 3 достаточно популярный мод проявляется не часто один и тот же дефект но сегодня мы поговорим конкретно про разборку сборку данного мода и так первым делом конечно снимаем крышку батарейного отсека откладываем в сторону видим под ней 6 крестовых винтов маленьких и одну поролоновую заглушку под ней тоже находится винт и его будет необходимо снять вот начнем мы с них а и Продолжение следует... Продолжение следует... Откручиваем оставшиеся два винта... Вот у нас остается винт под поролоновой заглушкой... Берем тонкий пинцет... С двух сторон аккуратненько подхватываем заглушку... Она у нас на липучке, на скотче двухстороннем... И там такой золотистый винт крестовой... Его мы также выкручиваем... Открутился магнитиком, его подцепляем оттуда и откладываем в сторону... После этого у нас батарейный отсек может выниматься практически... Доступна стала плата... Но чтобы вытащить батарейный отсек, необходимо также открутить две звездочки... Берем отвертку-звездочку... Выкручиваем данные винты... Они очень маленькие, постарайтесь их не потерять... После этого мы можем аккуратненько вытащить батарейный отсек... Нажимаем кнопку, чтобы она прошла у нас... Вытягиваем батарейный отсек... Тихонечко... У кнопки у нас несколько пружин закреплено... Возвратных их стараемся не терять... Ну, как мы видим... Здесь, конечно, тяжело это наблюдать... Но они остались закрепленными на пластмассовой заглушке... Далее, чтобы нам разобрать мод дальше... Нам необходимо отпаять некоторые провода от батарейного отсека... Иначе они будут прикреплены к плате... И нам практически невозможно будет добраться до них... Для этого включаем паяльник, как обычно... Разогреваем его... Берем флюс... Смачиваем место пайки, как следует... Обрабатываем его... И паяльником прогреваем... Данный контакт у нас не надо выпаивать с платы... Он просто отходит в бок... Вот и все, собственно... И плата остается у нас висеть на двух тоненьких проводках... Вот, ничего страшного... Можно их отпаять при желании... Главное, запоминайте четко, какой провод куда идет... Здесь нам уже пригодится пинцет... Чтобы был немножко удобней... Один отпаяли... Отпустили... И второй отпаяли... И отпустили, как только все застыло... После этого наш батарейный отсек полностью отсоединен... Как я и говорил, на этой заглушке пластмассовой две пружинки... Вот, когда будем обратно собирать... Покажу, в какой последовательности все это собирается... То есть мы получили полный доступ к батарейному отсеку... При необходимости его можно заменить... Если есть такая нужда... Вот... И также мы можем продолжить разборку... Далее нам необходимо снять плату электроники... Чтобы получить полный доступ ко всем деталям... Берем крестовую отвертку... Откручиваем один крестовой винт со стороны дисплея... И один винт остается со стороны... Внутренней части... Здесь он чуть-чуть поджат проводничком... Ну, в принципе, когда мы плату сдвинем с места... Уже он будет посвободнее себя чувствовать... Сейчас возьмем пинцетик побольше... Вот так вот... Коннектор у нас снимается в сторону... И плата полностью освобождается от корпуса... То есть ставится свободный корпус... Кнопочку можно извлечь... Вот... И... Полностью мы наблюдаем всю плату... С одной стороны... С другой стороны... Дисплей у нас находится на двухстороннем скотче... Как обычно... Вот... Отдирать мы его сейчас не будем... Вот... Кнопка, которую обычно надо заменять... Fire... Либо кнопки плюс-минус... Которые также можно заменять... Они находятся под резиновыми... Изоляторами от влаги... Их снимаете при необходимости... Отпаиваете контакты... Заменяете... Устанавливаете обратно... Силиконовый изолятор... Собственно, на этом разборка данного мода завершена... Собирать мы его будем в обратной последовательности... Итак... Сборку данного мода... Производим в обратной последовательности... Устанавливаем на место кнопочку Fire... Вставляем обратно плату... Сначала у нас... Просовывается коннектор... Затем вся плата... Коннектор у нас просто вставляется... В свои салазки... Закручиваем крестовой винт... Тем самым закрепляя плату... Закрепили ее в одной точке... Берем второй... Винт крестовой... Закрепляем плату во второй точке... Далее нам необходимо вернуть на место батарейный отсек... И подпаять его контакты к плате... У батарейного отсека... Как я уже говорил... Находится подпружиненная кнопочка... Которая у нас удерживает крышку батарейного отсека... И вернуть ее на место порой достаточно проблематично... Ну не проблематично, но сложно... Поэтому будем действовать потихоньку... Сначала мы... Продеваем провода на свое место... Подставляем батарейный отсек... И подготавливаем место под кнопку... Закинули на место кнопку... Кстати, можно попробовать батарейный отсек сдвинуть... Вставить его в последнюю очередь... Одна пружина у нас устанавливается непосредственно на кнопку центральная... И еще две пружины будут по бокам от кнопки... Они расположены на пластиковой заглушке батарейного отсека... Устанавливаем данную заглушку на место... Можно на него, конечно, попробовать было бы прижать кнопку... Но уже проверенный вариант... Достаточно проблематично это все... Состыковываем данные части вместе... В принципе, все прошло практически успешно... Подпружиниваем контакты... На свои места... У нас пружинки упираются только сюда... Попробуем все-таки от обратного пойти... Попробуем все-таки от обратного пойти... Установили все на место... На трех пружинках держится данная кнопка... Теперь главное ее не потерять отсюда... Подсовываем ее под корпус... И потихонечку вставляем батарейный отсек на место... При этом следим, чтобы у нас провода тоже попали на свои места... Они у нас куда-то ушли под платку... Аккуратненько их вытягиваем на место... И еще один проводничок остался... Потом мы возьмем пинцетиком потолще... Вот у нас контакт... Все, после того, как все контакты у нас оказались с этой стороны... Заталкиваем батарейный отсек до упора... Кнопочка у нас фиксации батареи отсека на месте... Все на месте... Остается только запаять проводнички... И закрутить винты... Сейчас мы будем запаивать провода... Проводнички подгоняем на свои места... Чтобы они здесь сильно не мешались снаружи... Один... Второй... И будем их запаивать... Наносим немного флюса... И учитывая, что здесь достаточно припоя на плате... Просто разогреваем данный контакт... Один проводник припаян... То же самое повторяем со вторым... Загоняем поглубже... Сам провод... Нам нужен только его контакт... Два тоненьких проводничка находятся на местах... Тот, что потолще, он немного более жесткий... Запаивать его будет чуть-чуть тяжелее... Подгоним его сразу под место под нужное... Подгоним его сразу под место под нужное... Слегка поддерживая корпус... Нагреваем место пайки... Как только припой расплавляется активно... Подводим проводник... И видим, что он у нас припаялся... Достаточно крепко держится... Этого достаточно будет... Теперь мы соберем мод до конца... Уже закрутим все винты... И проверим, ничего ли не вышло из строя... Хотя такого, разумеется, быть не должно... Итак, перед тем, как собирать данный мод... Не забываем установить лицевую панель на свое место... Кнопочки тоже поставив под нее... Переворачиваем его... И начинаем собирать в обратной последовательности... Соотносительно того, как разбирали... Сначала берем... Винтик из глубины которой... Контакт один поддерживает... Закручиваем его на свое место... И затем шесть винтов... По всему корпусу батарейного отсека... Справедная отсека... И затем нажимаем... Теперь у нас на рунать... Позже запускаем Dumas... Причем попробуйте... Убираем, например, в эту форму... По всему корпусу батарейного отсека... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...